У меня сколиоз и ухудшается зрение. С 16 лет ношу очки от близорукости. Появилась дальнозоркость и деформация третьего и четвертого шейного позвонка с августа 2019 года. Прошу дать ваши рекомендации. Здравствуйте, Наталья Юрьевна. Я надеюсь, вы знакомы с моей методикой, из которой следует, что все заболевания носят психосоматический характер и авторами этих заболеваний является никто иной, как мы сами. Ну, а раз мы авторы этих проблем, значит, мы должны быть авторами своего здоровья, да? Ну, и еще такой момент присутствует, что никто, кроме самого человека, не может быть автором своего оздоровления, автором своего возрождения. Так, ну, я не буду повторять проблемы, с которыми вы обратились, да? Я сейчас вас продиагностирую, вы поймете, вот, причину появления тех расстройств, о которых вы здесь пишете в своем обращении. Так, итак, приступаем к диагностике. Так, с Вадхистана. Маятник по часовой стрелке, центр работает. Аджна впереди. Видите, маятник не хочет вращаться, он совершает колебательные движения, да? Это говорит о том, что центр заблокирован. Промеряем его сзади, этот центр. Он у вас работает. Хорошо. Отметим это на карте диагностики. Это у нас была шестая чакра спереди, она у нас заблокирована. Далее, пятый центр, это чакра горловая, да, Вишутка. Так, что мы видим? У нас впереди этот центр заблокирован. Вот. И он заблокирован у вас сзади. Значит, как мы это покажем на схеме? Следующим образом, да? Впереди. Так, и сзади. И сзади. Так, сердечный центр впереди работает, сзади, сзади заблокирован. Так, как мы это покажем? Ну, вот так покажем. Хорошо. Так, дальше переходим на манипуру. Так, работает. Сзади работает. Так. Переходим на второй центр. Впереди работает. Сзади работает. Ну, вот хара работает. Вот. Четыре неправильных программы. Четыре блока по центрам энергетическим. Сейчас мы проверим вашу полевую структуру. Потом все это вместе расшифруем с вами. Так, поехали. Впереди проверяю ваше поле. Вот смотрите. На... Так, еще раз. На левой стороне лица вашего поле присутствует, рамка смотрит на меня. Так вот вам показать, да? А когда я перевожу рамку на левую половину лица, рамка к вам поворачивается. То есть, поле около лица выглядит вот следующим образом. Понимаете? Если мы проверим поле вокруг головы сзади, вот сзади, да? То у вас обратная картина. Если посмотреть на голову сверху, то поле выглядит вот следующим образом у вас. Понимаете? Вот следующим образом. Понятно, да? Таких сдвиг полушарик как бы. Или взяли этот шарик, разрезали пополам и вот так вот эти половинки сдвинули. Откуда это, так сказать, возникает? Как это избавиться? Об этом разговор ниже. Поэтому давайте сейчас пойдем дальше. Так, ну впереди другие замечания, я не вижу. Посмотрим, что у вас слева. Слева. Так, слева поле присутствует. Посмотрим, что справа. Смотрим, что справа. А справа рамка, видите, она прилипает к вашей голове, к вашему плечу и так дальше. Ну, это картина тотального смещения поля. Что? В правую сторону. В правую сторону. Ну, проверяем сзади сейчас еще. Ну, сзади я не вижу замечаний. Так, тотальное смещение поля влево, да? У нас изображено, вернее, вправо, изображено у вас вот на этой картинке. Я вот показываю, что это наше. Вот, наше. Ну, а теперь давайте все это дело расшифруем. Блокирование аджна-чакры спереди, а это аспект интуиция, говорит о том, что вы либо отказались от интуиции в пользу логики здравого смысла, либо обладаете хорошей интуицией, но неправильно ей пользуетесь. Если у вас хорошая интуиция, вы правильно ей пользуетесь, это означает, что вы включили программу, которая называется бережное отношение к интуиции. Ну, как фонариком. Вы же фонарик не держите постоянно включенно, правильно? Лампочка перегорит, батарейка вся. Вот вы также пользуетесь интуицией. Нужно вам задать вопрос, заглянуть там в будущее, в этот центр что? Включаете и открываете. Проинтуичили, получили ответ на свой вопрос и выключили. Поэтому вы по большому счету ничем отличаете, то есть характер, вот состояние этого центра ничем не отличается от состояния человека, который вообще от интуиции отказался. Вот это приводит и привело к падению зрения. Поэтому прежде всего проводить ту работу, о которой я вам ниже скажу, вы, пожалуйста, протестируйте ваше зрение. Ну, посмотрите какой-то текст с разным шрифтом, на разных расстояниях, без очков, в очках. Посмотрите на удаленные предметы. Ну, чтобы вы имели представление о том, как ваше зрение вот на данный момент выглядит. Вы потом будете сравнивать то, что вы сейчас видите, вот с тем, что произойдет с вами, после того, когда этот центр будет открыт. Ну, сразу вам скажу, вы не ждите, что будет такая резкая сварка в глаза и после этого зрение единица. Нет, этого не произойдет. Просто у вас начнется восстановление зрения. И после первого этого сеанса, после нескольких секунд вы уже увидите, что вы видите лучше. Понимаете, бывают разные случаи. У меня случай был буквально позавчера, женщина со зрением плюс четыре. Когда я предложил почитать книгу, она даже не могла разведеть название этой книги, которое крупным шрифтом написано. С большим недоверием, но после проведенной работы, она стала без очков читать с трудом, с трудом. Но текст 12-го пяти, так сказать. Повторяю, не ждите, что зрение восстановится до единицы сразу. Этот процесс, он будет продолжаться, восстановление. Но после того, когда мы этот центр откроем, вы увидите, что оно у вас улучшится. Блокировка вот этого центра, вишутки, да, спереди и сзади, говорит о том, что вы не умеете работать с информацией. Но не вы не умеете, а все люди, у которых такая блокировка, не имеют работать с информацией. В чем это неумение? Оно заключается в том, что люди в своем большинстве склонны делить информацию на хорошую и плохую. А если, по их мнению, информация плохая, и они к ним непосредственно относятся, они ее воспринимают с позиции жертвы. А за что мне это? Понимаете? Блокировка этого центра спереди говорит о том, что такие люди склонны к ведению заочных диалогов. Вот если он мне вот так скажет, то я ему вот так отвечу. А если он мне вот так скажет, то я ему вот так отвечу. Понимаете? Либо у вас есть с кем-то конфликт на уровне вот этих вот как раз вербального отношения, да? Ну, в принципе, это то же самое. Когда у нас есть с кем-то конфликт, мы предполагаем, что разговор будет продолжен. Если кто-то кому-то чего-то скажет, то тот ему вот так и ответит. Вот это постоянный внутренний диалог, понимаете? Постоянная внутренняя борьба, она и приводит к блокированию этого центра спереди. Ну, понятно, что здесь проблема со щитовидной железой. Вот передводной блокировкой, если провести, так сказать, анализ гормональный, да, то можно вообще не обнаружить гормонов щитовидной железы. Либо они будут представлены в количестве гораздо ниже нормы. Ну, соответственно, это и першень, и боли в горле, и все, что хотите, все, что с этим связано. И заболевание щитовидки, плодозоба, так сказать. Сзади этот центр закрыт. Но сзади это прошлое, это наш архив. И вот человек, который слишком много внимания уделяет не тому, что ему сказали, а каким тоном, он собирает вообще в архив памяти не информацию, понимаете, как таковую, а эмоциональную шелуху. Ну, типа, не тем тоном сказал, не тем тоном посмотрел. И вот такая позиция сознания приводит к блокированию этого центра. Ну, поскольку большинство людей этим страданием, да они еще по наследству своих детей этим награждают, то этот центр, как правило, закрыт. А это что у нас? Это у стихонрошейного отдела позвоночника. Я об этом уже говорил. Переходим к четвертому центру. Он впереди у вас открыт. Этот центр символизирует у нас что? Способность любить. У вас эта способность очень хорошо развита. Ну, просто океан любви, да? А сзади центр закрыт. А с любовью у нас что связано? Душевные раны, да? Вообще, сама по себе душевная рана, когда она появляется у нас в первый раз, и мы осознаем это событие, как душевную рану, она, вообще говоря, направлена на то, чтобы мы поняли, что у нас есть душа. А не будет душевной раны, как бы мы узнали, что у нас есть душа. Поэтому это и есть божественный урок по обредению души. Но к чему этот урок нас, так сказать, подталкивает, да? Какая цель этого урока? Чтобы мы поняли, что такие же тонкие, чувствительные, ранимые души есть у всех людей. А душевные раны, это не телесные, и они не заживают. И не хочется быть причиной душевной боли другого человека на всю его жизнь, правда? И вот тогда, когда человек этот урок проходит, осознает то, о чем я говорю, он начинает по отношению к другим людям вести себя иначе. Он старается вести себя так, чтобы не нанести другому человеку душевную рану. Ну, а кто это не понял, кто это не усвоил, продолжает в том же духе, и расплачивается за это остеохондрозом грудного отдела позвоночника. А поскольку тут у нас вилочковая железа замыкается на этот центр, это снижение иммунитета в целом. Что касается тотального смещения поля вот в эту сторону. Тотальное смещение поля влево, это человек, который обидчивый, гневливый и настроен решать все свои проблемы с позиции силы. Вы другой человек, вы наоборот очень добрый человек. Вы готовы всем твоим близким, под них руки подложить, чтобы они не сделали какую-то ошибку, которую когда-то сделали вы, либо ваши знакомые, либо в этом книге почитали, либо вообще, так сказать, его, так сказать, виртуально придумали. Эти люди, я это называю седромом отличника, они любят во всем идеальный порядок. Жизнь и все, что происходит, должно быть без помарки. Если такой человек, нечаянно, выполняя работу по русскому языку, нечаянно вместо буквы О напишет букву А, то он будет переписывать пол тетрадки, чтобы учительница не подумала, что она этого не знает, или он этого не знает. Я знаю массу мужчин, которые переписывали в тетради, это не только женщинам свойственно, или девчонкам, да? А вдруг подумала, что я этого не знаю, мне эту ошибку исправила там мама, папа, старшая сестра или старший брат, когда проверяли мое домашнее задание. Вот критика этих людей направлена прежде всего на самих себя. Они себе не прощают малейших ошибок. Они вообще в любой бочке с медом обязательно отыскивают эту ложку дегтя. Это образно выражается. Правда, мне одна женщина сказала, нет, я не такая. Я вообще во всякой бочке с дег, пытаюсь найти ложку меда. Ну какая разница? Суть-то одна, понимаете? Человек отыскивает то, чего там нет. Его ничто не устраивает. Он никогда не будет счастливым по-настоящему. Потому что существует такое понятие, как идеализация. Вот Александр Свияш в своей книге как раз вот этот термин ввел. Идеализация. Что такое идеализация? Ну, у нас есть идеальное представление о том, какие должны быть ученики, у учителя. У учителя идеальное представление, какие должны быть учителя. Мы идем в магазин, у нас идеальное представление о том, какой должен быть продавец Как он должен себя вести В конце концов в постель ложимся И у нас есть идеальное представление о том, как должен себя вести мужчина в этой ситуации А у мужчины свое идеальное представление о том, какая должна быть женщина Мы намечтали себе вот эту необычайную высоту А вот как она на самом деле И чем выше идеализация, тем с большей высоты мы падаем и, соответственно, трясемся в своих эмоциях вот с этой амплитудой. А кто создал эту амплитуду? Кто задарал это идеальное представление на такую высоту, с которой больно падать? Мы сами. Поэтому есть такое выражение, вы знаете, да? Нужно жить здесь и сейчас, и воспринимать мир таким, какой он есть. То есть, тогда не будет вот этого падения, не будет этого стресса, не будет этого вот напряжения эмоционального. Итак, давайте мы сейчас одним ударом решим сразу две проблемы. Что нужно сделать для того, чтобы этот центр стал на место? Вернее, чтобы поле стало симметричным. Я очень просто об этом говорю. Но не мешайте дуракам делать их ошибки. Вы с другим человеком можем поделиться чем? Своим опытом, своими знаниями. Но мозгами же не поделитесь. Вы им говорите, как лучше. Они не понимают. И у вас возникает сожаление. Но как они не понимают, что сами себе они этим делают хуже? Сами себе. И у вас возникает сожаление. Вы понимаете, что кто-то способен учиться на чужих ошибках. А может для кого-то личные ошибки, они будут более таким, ну что ли, убедительным уроком. Не мешайте им. Потому что в конце концов, вы от этого страдаете. Понимаете? Я должен вам сказать, что вы об этом не пишете, но это сто процентов, что у вас правое ухо хуже слышит. Потому что слух всех теряет именно с той стороны, с той стороны, где избыток энергии. И как только вот это поле у вас станет на место, ну когда вы перестанете пользоваться вот этим синдромом отличника, у вас сразу восстановится слух. Поэтому я вам что советую? Перед тем, как переходить к работе, направленной на восстановление симметричности поля, протестируйте свой слух. С кем-то там попросите, так сказать, что он что-то сказал вам. Закройте одно ухо и послушайте, как вы им слышите. Потом другое ухо и тоже послушайте, как вы слышите. И вы увидите, что у вас, ну по крайней мере, хоть чуть-чуть на это ухо уже слышит, что хуже. А когда это поле станет на место, вы тоже повторно проверите и увидите, что у вас уже слышимость будет одинаковая. Но самое главное, что у вас при этом еще и мозговое кровообращение восстановится. Так, я вам про это дело рассказал. Теперь у вас есть еще такая погрешность, как вот я уже сказал, вот поле около лица, так сказать, не является симметричным. Идет сдвиг вот этой полевой оболочки в районе головы в эту сторону. Эта программа называется «Боязнь ударит в рясь лицом». «Боязнь ударит в рясь лицом» «Боязнь ударит в рясь лицом» «Боязнь ударит в рясь лицом» например, нужно закрыть глаза и мысленно представить перед собой строй людей, стоящих к вам лицом. И вы увидите, что основная масса людей стоит, так сказать, в одну шеренгу, и носки их обуви не переходят за условную белую черту, а какие-то фигурки из этого строя, они выдвинулись вперед, ближе к вам. Вот вам подсознание показывает, что есть вот эти люди, мнение которых для вас имеет большое значение. Что нужно сделать? Нужно, не открывая глаз, дать им команду встать в строй. И они повернулись, встали в строй, не надо их лица рассматривать, в этом нет необходимости, это достаточно на силуэте работать, и вы видите, что все стоят в одну шеренгу, и белая черта перед носками, у них, так сказать, никто ее не переступает. Вот как только вы это проделаете, у вас сразу поле около головы восстановит свою форму. При этом, когда вы откроете один глаз, другой, вы увидите, а у вас именно вот левый глаз, он хуже видит, перед ним вот этот вот туман. Так, одну секундочку, у нас вот так, да, нет, у вас правый глаз, перед ним туман. Потому что вот это вот мешает. Ну, неважно, вы видите, что у вас не одинаково, у вас смотрят. Ну, а то, что у вас вот это тотальное смещение поля было в ту сторону, да, у вас страдает правый глаз, а уж теряется зрение там, где избыток энергии. Понимаете? Ну, получается, что вы таким образом ударили по этому глазу, здесь будет болезнь избытка энергии, вот в этом глазу, а в этом глазу будут недостатки энергии. Тут двойной удар, я повторяю, локальная впадина и, что, тотальное смещение поля. Вот, поэтому здесь есть риск, вот, заработать глаукому на правом глазу, а на левом катаракту. Потому что глаукома, это и есть заболевание избытка энергии, а катаракта недостатка. Ну, поле у нас сейчас симметрично, поле вокруг головы у нас симметрично, у нас что? Закрыт вот этот центр, айжна-чакра. Здесь есть две причины. Либо человек отказался от интуиции в пользу логики и здравого смысла, либо он обладает хорошей интуицией, но пользуется программой, которая называется бережное отношение к интуиции. То есть он ее включает, как фонарик, на короткое время. Ну, как мы фонариком пользуемся, да? Мы же бережно им пользуемся. Если будет постоянно он лежать включенный, батарейки сядут, и лампочки перегорят. Ну, мы примерно так же пользуемся нашей интуицией. Даже если она у нас очень хорошо работает. Наша задача сделать так, чтобы центр постоянно работал, понимаете? Имел определенный угол раскрытия, это чакра. А когда вам нужно что-то проинтуичить, ее включить, то вы что делаете? Вы увеличиваете степень раскрытия, а потом возвращаетесь в спокойное состояние. А вы работаете по-другому. Вот у вас центр закрыт, да? Вы проинтуичили и опять закрыли. Проинтуичили и опять выключили. И вы таким образом, ни каким образом, что называется, не отличаетесь от того человека, который вообще от нее отказался. Теперь вопрос. Как этот центр открыть? Ну, понимаете, разговаривать с подсознанием можно и с помощью речи. А можно и с помощью образов, с помощью символов. Вот в данном случае применяется такой образ. И я вам советую, прежде чем эту работу провести, которую я сейчас ниже буду рассказывать, протестируйте ваше зрение. Надо было, конечно, это еще раньше сделать, когда вы убирали локальную впадь. Но я думаю, вы это успеете сделать. Снимите очки. Возьмите книгу с разным текстом. Посмотрите, на каком расстоянии вы можете считать. На каком расстоянии вы уже плохо различаете эти буквы. Посмотрите на удаленные предметы. Для того, чтобы можно было зафиксировать изменения, которые с вами, безусловно, произойдут, когда вы проделаете работу на вот открытие этого центра. Чтобы потом было с чем сравнить. Я не говорю, что у вас зрение до единицы восстановится, но толчок будет конкретный. И вы заметите, и даже бывает так, что когда человек носит очки с полной коррекцией, вот после этой работы очки становятся ему уже более сильными, чем положено. Если эти очки не снять, то глаза, вы знаете, подстроятся под эти стекла. Поэтому, если это произошло, поищите дома очки, которые с менее сильными стеклами, чтобы закрепить вот этот результат. Итак, закройте глаза и сядьте за руль автомобиля. Вот смотрите, вы едете по темной дороге, она не освещена. У машины тоже фары выключены. И вы с трудом по этой дороге едете на первой передаче. Вы даже обочину не различаете. А сейчас включите фары. Включили фары. И говорите себе, я больше никогда их не выключу. Я только буду переключать их с дальнего света на ближний, когда мне нужно будет заглянуть в более далекое или в более близкое будущее. А мой аккумулятор и мои лампочки. Что? Ну, аккумулятор не сядет, а лампочки не перегорят. Откройте глаза. Когда вы их откроете, вы к себе прислушаетесь. И есть четыре, так сказать, момента, которые необходимо отметить и проследить. Первое. Вы можете почувствовать, что у вас от лба к затылку пошло какое-то движение. Меняется что? Поступает энергия, да? Меняется кровообращение. Вы это можете почувствовать. Далее. Если вы посмотрите вокруг себя, то увидите, что ваше глаза, ваше зрение стало более панорамным. У вас угол зрения как будто увеличился. Но одна женщина сказала, нет, у меня угол зрения остался прежний, но у меня такое ощущение, что я вообще вижу за ушами. Это увеличение панорамного зрения, так сказать. Третье, что можно обратить внимание, в комнате становится светлее, освещенности добавилось, хотя бы не включали какой-то дополнительный светильник. Или там солнышко не выглянуло в это время. Вот тоже это отметьте. Это, как правило, все замечают. Ну и когда вы станете титировать ваше зрение, вы увидите, что, ну, во-первых, цвета стали более яркие в комнате, где вы находитесь. Или там за окном, вы увидите, что линии стали более четкие. Когда вы в очках и без очков протестируете ваши глаза, вы увидите конкретные изменения. Но, повторяю, не ждите каких-то сильных каких-то таких вот ощущений. Все происходит очень плавно, медленно, поступательно, без всякого вреда для здоровья. Переходим вот к этому центру, Вишудха. Существует три постулата. Ну да, данная вот блокировка говорит о неумении работать с информацией. Есть три постулата. Первый гласит, любая информация по своей природе нейтральна. Второй постулат гласит, любая информация полезна, если к ней отнестись с позиции партнерства. Что такое позиция партнерства? Для чего мне это надо? Партнерство с ангелом-хранителем. Для чего мне это надо? Что полезного для меня в этой информации? И есть позиция жертвы, а это мне за что? Вот пришел человек, который вас не знает, обругал, обхамил. Вы уже трясетесь, да? А скажите мне, пожалуйста, вы стали хуже от того, что какой-то человек, не зная вас, вот вам нахамил? Или написал отрицательный отзыв, так сказать, на ваше видео, так сказать, в интернете или на ваши какие-то выступления в этих сетях? А что, стали к вам хуже относиться люди, которые вас знают? Нет, конечно. Чего тогда переживаете? Ну, он про вас ничего не знает. Но вы про него все знаете. Это грубее. Это некорректный человек. Ну и так дальше. Он про вас, повторяя ничего, про него все. И когда в какой-то другой ситуации этот человек окажется с вами в одном поле, так сказать, общения, да? Разглядит вашу небесную красоту и будет вам оказывать знаки внимания, вы уже на них не поведетесь, правда? Я уже видел у тебя, кто ты есть на самом деле. Спасибо, Господи. Если вы перейдете вот на эту вот программу, перестанете вести заочный спор, дурак, ты сам дурак, да? Если он мне так скажет, то я ему так отвечу. А если он мне вот так скажет, то я ему вот так отвечу, да? Этот заочный спор, постоянно длящийся диалог, он приводит тоже к блокированию этого центра. Помните, как об этом сказал Иисус Христос? И поведу тебя к начальствам и властям. И не думай, что ты будешь говорить. В этот момент твоими устами будет говорить Дух Святой. Действительно, вы заготовили два-три варианта ответа на возможные вопросы. Он вам задаст четвертый вопрос, который вы не предусмотрели. Все? Один-ноль в его пользу, у него же. Итак, если вы придете на эту программу, перестанете обращать внимание на то, с каким тоном с вами разговаривают, так сказать, нехорошие люди, у вас этот центр, безусловно, откроется. И проблемы, связанные со щитовидной железой, но наполовину исчезнут. Но у нас еще остается блокировка сзади. А что это такое? Сзади это прошлое, сзади это архив. И в вашем архиве вот как раз и собралась та самая эмоциональная шелуха, склонность к накапливанию которой вы имеете, в силу того, что обращаете внимание не на то, что вам сказали о каким тоном. Это остеохондроз шейного отдела, неизлечимое в мире заболевание. Как от него избавиться? Нужно как-то убрать из этого архива вот эту эмоциональную шелуху. Я вам должен сказать, что подсознание, оно всю информацию, которую вы воспринимаете, оно ее сортирует. И полезную информацию раскладывает по файликам, файлики по полочкам, вернее по папочкам, папочки по полочкам. А вот эту ненужную эмоциональную шелуху она не ставит вот для долговременного хранения. Она ее так образно выражаясь в виде старых пожелтевших прошлогодних газет, положила около выхода из вашего этого архива в надежде на то, что хозяйка когда-то вот от этого избавится. Смотрите, я беру образ старых газет, почему? Потому что свежая газета – источник информации. И попробую я у вас попросить ее для хозяйственных нужд. Ценность велика. Ну, прошла неделя, там закончилась телевизионная программа, вы себе высвели какой-то телефон, какую-то заметку вырезали, а зачем вам хранить всю газету? Ну, вы с ней расстаетесь без всякого сожаления, применяя ее там в разных целях. Так вот, чтобы освободить свой архив памяти, заодно открыть этот центр, избавиться от шейного стихондроза и восстановить кровоснабжение головного мозга, нужно проделать следующую работу. Закройте глаза и мысленно вводите в свой этот самый архив, в эту аккуратную комнатку, где стоят эти стеллажики с папочками, и там, в которых есть файлики, в которых там вся информация. Зашли, осмотрелись, посмотрели на пол, вот около двери лежит этот кипа газет. Вообще, познание может показать не одну кипу, а несколько. КПК же, сколько вы этого хлама накопили. Ну, вы берете мешок, собираете туда газеты, эти мысленно, естественно, да? Из одного мешка мало, ну, берите второй, третий. Один товарищ сказал, я только дверь открыл в этот архив, и на меня просто газеты оттуда вывалились, в коридор. То есть, переполнила была комната этими газетами. Ну, каждого по сути. Собрали все это в мешки, завязали, марку клеить не надо, адрес писать не надо, и так мысленно, и без всякого сожаления, отправили эти мешки по космической почте. Они полетели, полетели, в точку превратились, попали в черную дыру, да? И они гилировали все, исчезло. Как вы это проделаете, откройте глаза, вы почувствуете, что у вас, что, пошло тепло к затылку, пошло тепло к плечам, проверьте себя, проверьте гибкость, и у вас, вы заметите, серьезное улучшение, которое свидетельствует о том, что энергоинформационная причина остеохондроза исчезла, и он вслед за ней. У нас еще осталось блок на сердечной чакре сзади, вот те самые душевные раны, да? Вообще, вы мне скажете, что у кого их нет, этих душевных ран, я с вами соглашусь, потому что, действительно, есть они у каждого, но не все понимают, для чего они нужны человеку. Но не было душевной раны, раз бы мы узнали, что у нас есть душа. А прочувствовав воздействие этих душевных ран на наше состояние, да, мы должны в ходе этого урока понять, что душевная рана это не телесная, она не заживает. И если ее разбередить, то там болит сильнее, чем тогда, когда это произошло, об этом многие говорят. То есть, природа душевных ран, это не природа телесных ран. Те заживают, эти никогда. И не хочется быть причиной душевной боли другого человека на всю жизнь, правда? И вот, когда человек это понимает, он начинает по-другому относиться к людям, опасаясь нанести им душевную рану. Не всегда это получается, конечно, но это совсем уже другой человек. И вот с теми людьми, а их очень мало, крайне редко встречается, у которых этот центр был открыт, они мне все подтвердили, что они прошли этот путь. Понимаете? Осознание, что есть душа, понимание того, что она может болеть, понимание того, что она болит сильнее, чем тело, понимание того, что душу не нужно колотить палкой, чтобы она заболела. Понимаете? И понять, что она не заживает. А когда они прошли этот путь и для себя сделали правильный вывод, у них этот центр открылся. Вот. Ну, а остальные пока еще вот в таком как вы состоянии. Ну, я вам подсказываю, как от этого избавиться. А как теперь нужно избавиться? Нужно закрыть глаза и представить себе этот ящик Пандоры, в котором как раз и сложены все эти душевные раны. А когда вы глаза закроете и достанете этот ваш ящик Пандоры, то здесь есть три варианта. Вот. вы увидите либо небольшую шкатулку, либо увидите ларец там больших размеров, либо увидите цундук, как многие говорят. Тогда у меня, говорят, цундук с висящим замком. То есть, вам подсознание покажет, сколько вы этих душевных ран накопили. Но если мы с газетами расстались без всякого сожаления, то здесь очень важно, чтобы мы поняли о том, что с душевными надо расстаться с одной стороны, но расстаться с ними нужно с чувством благодарности. Почему с чувством благодарности? А потому что они совершили для нас большую работу, сделали нас душевным человеком, показали, что у нас есть душа. Когда он что-то хорошее делает, вы же всегда этого человека готовы отблагодарить. Но поблагодарите душевные раны. Поэтому еще следующий момент. нельзя их открывать, нельзя их перебирать перед тем, как вы их отправите. Нельзя их персонифицировать, а нужно просто убедиться, что этот предмет, который вы увидели, что он закрыт на ключик и не откроется, и висящий замок там прочным пределом. И без всякого зажаления отправить их туда вслед за этими газетами. Они тоже полетели, полетели, провели листочку, что? И аннигилировали. Если эту работу проделаете, у вас, безусловно, этот центр откроется и вы почувствуете серьезное облегчение между лопатками и дальше. Был такой интересный случай, когда одна женщина жаловалась на очень сильную боль между лопатками. Когда я все это объяснил, она так руки в боки поставила, она меня просто вот так наехала, да, а вы что, говорит, хотите, чтобы я простила своего первого мужа? Ну, я и так сказал, зачем вам второй? Вы же с первым продолжаете жить. И все, заново переживаете, все обиды перелопачиваете. Нет, сделайте так, чтобы не болело. я говорю, а вот вы это сделать можете только сами и только тогда, когда с этой душевной раной расстанетесь. Я очень долго, ведь Бог не вру, я очень долго ее убеждал вот в этом направлении, не знаю, полчаса, наверное, если не больше. В конце концов, она удалось это сделать на уровне эксперимента, я ее говорил, это сделать. Потом, когда мы с ней встретились, через какое-то время, она мне сказала, а вы знаете, Виктор Васильевич, я таки простил от своего первого мужа. Я вам должен сказать, что вот эти вот вещи, все, что связаны с нарушением полевой структуры внешней, они имеют обратимый характер. У меня был такой интересный случай, когда мы там занимались в парке, там много было людей, и пришла, подходит ко мне одна молодая женщина, подошла ко мне вплутную, глядя мне в глаза, заявила, а я буйно помешанная. Но я у нее спросил, а в чем это выражается, твое буйное помешательство. Мне постоянно хочется нападать на людей, бить их, царапать и рвать на части. Я вот, говорю, вы знаете, что, я попрошу вас вот этого не делать, потому что я вот сейчас еду в командировку, мне предстоит общаться с людьми, и я бы не хотел предними предстать вот сарсара пана физиономии. Ну, короче, когда я продемонстрировал, оказалось, что у нее из 12 центров работает только один, нижний. А нижняя чакра, это что? Инстинкт выживания. Это моросианские энергии, да, это агрессия, и вот она жила только на этой агрессии. Вот она, буйное помешательство, вот такое, да, но вот как раз вот тогда, когда все заглосировано, только этот центр открыт. Ну, когда мы с ней позанимались, через некоторое время она ко мне подходит и говорит, а можно я вас поцелую? Она, конечно, был в шок, понимаете, насколько вот человек, когда он восстановил всю свою структуру, насколько он поменялся. Это был такой интересный случай, который показал и закон обратимости, и потенциальное поведение, эмоциональное восприятие человека, оно зависит от этой структуры. И как изменим вот это вот состояние внешней структуры, можно изменить самого человека. Но я вас призываю это сделать самим, потому что метод так и называется, метод ментальной и психоэмоциональной саморегуляции. Я надеюсь, вы меня услышали. Спасибо за внимание. Всем прекрасного настроения. Пришла на эти курсы, честно говоря, даже не знала про них, узнала только месяц назад, привела моя сестра, получила сразу большой-большой результат. Пришла с астмой, которая мучила меня больше 20 лет, получила за две минуты, две секунды, наверное, сняли совсем все, все сняли. Я хожу два дня, наслаждаюсь жизнью, я дышу полной грудью, вижу то, что я вижу, у меня перестала болеть сердце, у меня был инфаркт, у меня ишемическая болезнь сердца, у меня ничего не болит, у меня здоровье отличное. Я всем благодарна, я так благодарна, вообще, то, что существует такая академия, где можно просто взять и получить знания, не просто здоровья, а еще и знания, которые потом можно будет применить на своих знакомых, на родственниках, ведь здоровья его не купишь, мне одни таблетки не помогают. Я говорю, я вот только недавно была у кардиолога, мне написано столько таблеток, и теперь я понимаю, что я вообще утром встала, а мне ни одна таблетка не нужна. Ой, рука, рука, рука у меня не работала, если вы смотрели первое видео, у меня рука не работала, вот, рука у меня не поднималась, я пришла с большим-большим дефектом, прям сразу вышла на сцену, мне поправили руку, вот, смотрите все, я работаю, у меня обе руки, все хорошо, все замечательно, всем рекомендую, очень даже рекомендую, спасибо большое, но действительно все работает, вы знаете, это какое-то счастье. Я очень благодарна всем, всем людям, которые пришли, приходите, получайте знания, это знания, которые невозможно получить ни в одной другой ситуации, я была очень на разных семинарах, я бывала на многих, ничего так не помогала, помогала и уходила, помогала и уходила, а здесь вот такой эффект хороший, причем, я говорю, каждую секунду подтверждает то, что вот здорово и все, здорово, я всех люблю, обожаю всем здоровья, всем тепла, доброты и большого-большого счастья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok